Для представителей старшего поколения та война не страница из учебника и не кадры из художественного фильма. Боевой путь нашей армии они помнят по названиям городов и сел, которые пришлось оборонять и освобождать. И слово «Курс» для каждого из них звучит победной музыкой. Предложение побывать там, откуда началось безудержное наступление советских войск на запад. Ветераны из Карачаева-Черкесии приняли с радостью. Многие наши земляки воевали и участвовали именно в Курской битве. Харун Богатырев, герой Советского Союза, он в танке горел на Курской дуге. Курская битва без преувеличения стала переломным моментом в ходе Великой Отечественной войны. Ни вермахт, ни военная промышленность Германии так и не смогли оправиться после сокрушительного танкового разгрома летом 1943 года. И несмотря на все судорожные попытки переломить ход войны после Курска, германская армия ни разу не смогла владеть стратегической инициативой. Именно на Курской дуге началось наше победное шествие на Берлин. Конечно, очень приятно, мне когда доверили, вот такое большое дело представить Карачаев-Черкесию в таком, в таком, в таком, самом, знаменитом, самом таком месте, которое все мы стараемся увидеть, посмотреть, где, как это проходило. В течение следующих нескольких дней представители ветеранских сообществ со всей России еще раз пройдут по местам боевой славы отечественного оружия, вспомнят своих павших товарищей, посетят мемориальный комплекс «Курская дуга» и возложат цветы к памятным плитам, еще раз убедившись в истинности слов, что никто не забыт и ничто не забыто. Каплан Бурлаков, Роман Баюра, Архыз-24